Друзья, всем привет! Это подкаст «Око за око», в котором мы обсуждаем все самые актуальные и самые интересные события в мире смешанных единоборств в первую очередь. Ну, конечно же, затрагиваем и боксики, и кикбоксинг, и все остальное. Но сегодня будем говорить именно про ММА. Как всегда, вместе с вами Алексей Володин, Ян Баранчук. Ян, привет! Ну, самое главное, наверное, событие состоялось. Самое ожидаемое, только уж точно, Исмаил против Шлеменко. Об этом поговорим чуть позже. Но начать предлагаю даже не с UFC. Нет. Предлагаю начать со сладкого. Но не торта, а со сладкого Анатолия Малыхина, который вообще оформил нереальный нокаут, стал двойным чемпионом One Championship, и вообще Толян красава. Да, на Филиппинах произошел турнир. Такая необычная категория, до 102 килограммов, которая, если я не ошибаюсь, называется полутяжелый One Championship. И Толян Малыхин остается непобежденным. Да, лишил такого статуса другого парня, Рене Деридера. Помнишь, еще несколько лет назад мы начинали наблюдать за ним. Очень талантливый базовый дзюдоист, да, и мастер джиу-джитсу. Но в итоге, в общем, нашла коса на камень, как говорится. Ну да, тут и коса на камень. Но на самом деле, изначально Деридеру много авансов-то не выписывалось. Его когда взяли в организацию, его, по факту, аккуратно подводили под суперзвезду тогда, суперзвезду Англан Санга. Все были уверены, что Санг вообще не почувствует этого Ридера, снесет его вообще без шансов. А в итоге он два раза ему проиграл. Деридер все доказывал и доказывал, что он реально крутой чувак. И Абасов победил, и Бигдерша, но в другом весе, до 93-х. И получается здесь, что, если честно, когда я первый раз увидел Деридера, я какой-то фундаментальной такой мощи, хтонической, в нем не заметил. Да, он действует хорошо от соперника, он хорошо подстраивается. И явно все-таки 102-2, это прям, ну, ту матч для него. Да, это много. Он же начинал в One Championship вообще в категории до 84-х. И он, ну, я абсолютно с тобой согласен. Здесь речь не про хтоническую мощь. Это не Нгану, не Павлович там, не Малыхин. Это, скорее, технарь. Очень опасен там в плане удушающих. Может как раз вот превзойти за счет техничности, творческого подхода к ведению поединка. Но с Малыхиным это не сработало. В общем, то ли, ну, все-таки я тоже отношусь к той категории, что людей, которые говорят, да, конечно, Толя вообще крутой, молодец и поздравляем его с победой. Но он был гораздо крупнее соперника. Если тот тянулся к... Ну, у Де Ридера... У Ридера был гораздо выше. Да, но у него размах там 206, кажется, сантиметров. У Де Ридера? Да. Да, он и в росте, и в размахе у него было преимущество. Для среднего веса вообще очень много, да. И получается, что Толя как тяжеловес, да, гоняет в эти 102, а Де Ридеру пришлось очень серьезно отъедаться. Человек, который пришел вообще из 84. Тут кто-то сравнивал Толю с Кормье. Вот именно по этому бою, да, по бою, в котором он не боролся. Да, он просто мощнейшим образом работал по корпусу, избил именно эту часть тела сначала, а потом уже начали залетать вот эти колотушки правые. Кстати, говорит, тоже вот этот почерк Мухаммеда Али на пресс-конференции сказал, вот правая рука, вот ей я тебя нокаутирую, и по факту крах, да, и начался с удара справа в голову. Потом уже оседание, и вот эти хаммерфисты, ну это просто как вот такой русский Тор, да, какой-то. Он на самом деле последний удар-то был лишним, да. Понятно, что это недоработка, я считаю, судейская, потому что на носилках унесли Де Ридера, там потом клиника, все было очень как бы серьезно, и дай бог ему здоровья. Ну сейчас-то все в порядке. Ну да, плохих новостей, слава богу, не было. Но самостоятельно покинуть клетку он не то, что не мог, а там вообще нужно было много чего диагностировать, да. Поэтому последний удар, я считаю, был, конечно, совсем лишним. Ему там, не знаю, ошибка не ошибка судьи. Но получается, что Малыхин действительно боец в One Championship, которому безгранично доверяет Чатри, сетет он, глава Вана, дает ему бонусы постоянно. В этот раз вообще дал двойной бонус, то есть не 50 тысяч долларов, а 100 тысяч долларов плюс гонорару. Это всегда гонорару. Вот, и на самом деле драться, то ли в One Championship, ну вообще не с кем, вообще. Ну не Брэндон же веру ему бить. Я хотел, да, спросить, то есть получается, ну там, полутяжелым весом. А вот с Анлан Сангом он, кстати, не дрался еще ни разу. А сейчас это не имеет никакого смысла? Ну а почему же? Убить Анлан Санга? Да. Ну а Анлан Санг, на всяком случае, это суперзвезда, вот как раз там, южной и юго-восточной Азии, его там все знают, фигура суперузнаваемая. Можно сказать, человек в одну калитку, в одно жало тащил на себе там полутяжелый дивизион One Championship многие годы, да, теперь он без титула, и почему бы не вернуть его в дело с Анатолием Малыхиным? Я согласен, что он будет, скорее всего, таким жестким андердогом, но мне лично было бы очень интересно посмотреть. Ну, по факту, на самом деле, мы имеем здесь историю-то, связанную с поясом, да, потому что постоянный в полутяжелом теперь Толя и временный в тяжелом. Но вот этот канадец индийского происхождения, Пхулар, он как бы бегает, не соглашается там подраться, непонятно, когда он будет готов, и я, знаешь, вообще верю больше в то, что временный пояс станет постоянным, без боя у Толи, и потому что, ну, что-то мне не кажется, чтобы Пхулар прямо вот горит желанием встречаться с Малыхиным. Ну, короче, Толи надо в UFC, да? А зачем? Потому что, смотри, на входе, да, Толи, при всем уважении там к менеджерам и всем остальному, ну, никто ему таких денег не даст, ни сразу, ни через три боя. Его контракт, примерно сопоставимый с Вуановским, может быть, там, после пяти-шести боев в UFC, ну, после пяти, хорошо, выигранных подряд, тогда он может этих цифр достигнуть. Сколько идет времени на эти пять лет, да? И я что-то не помню, чтобы Толя говорил, моя мечта стать чемпионом UFC, я все для этого сделаю и так далее. Я слышал другое, его все устраивает Чаттер, он говорит, это отличный босс, самый лучший босс на свете, я буду в этой клетке всегда, я буду двойным, тройным, четверным чемпионом. Вот это все есть, а UFC, ну, не обязательно же все должны хотеть в UFC. Ну, допустим, Малыхин заработает денег, которых вот ему хватит уже, допустим, уже будет не столько ради денег, сколько ради славы, и получить серьезный уровень конкуренции, да, не избивать людей, которые явно, ну, ниже его уровнем, а проверить себя и реально выяснить, лучше он тяжеловес на планете или нет, мне кажется, тогда в UFC. И плюс еще не забываем, все-таки в One Championship с UFC-то есть такой проторенный форматик? Ну, он есть. Например, Чендлера отдать. А в свое время же... Ну да, в свое время. Нет, это я понимаю. Кстати говоря, One Championship уже договорился о проведении, кажется, двух турниров в США. Такая проба пера была раньше, потом два или три года они этого не делали, и сейчас, в 23-м году, хотят еще провести. Вопрос, зачем им это нужно? Зачем это нужно, Чатри сетет Тонгу? Там будут американские звезды, конечно же, да, там будут подписанты на бой-2 наверняка. Вопрос в том, что Чатри же владеет этой организацией, и она, по сути своей, является убыточной. Понятное дело, что там, учитывая все связи Чатри, да, которые там не совсем чистые, возможно, да, ну, статей таких много, я видел, по поводу связи с теми или иными кругами, полукриминальными, околокриминальными, отмывается там что-то или нет, непонятно. Но то, что One Championship платят не по рынку, это факт. Там реально платят больше. Значит, может себе позволить. Конечно. А может, она все-таки не убыточная? Может быть, есть. Тогда за счет чего она прибыльная? Ну, за счет спонсоров, видимо, которые готовы кладываться. Ну, вот в том-то дело, что нигде за все время, сколько существует эта организация, насколько я за ней лично слежу, там, 5-6 лет, да, ни разу я не видел статьи, где говорят там о подписании огромного контракта с большими суммами и так далее. Нет, как правило, амбициозное высказывание. Мы подпишем того, подпишем этого, проведем турнир там-то, проведем там-то. Я, кстати, ни одной статьи вообще не видел про One Championship за все эти 5 лет, сколько мы комментируем. Да? Нет, ну, там, знаешь, на самом деле, больше даже не статьи, например, там, тяж такой на Голлане, да, но он, ну, как минимум, там, не то что средний, но то ли его должен, там, не знаю, там, извини, даже пьяный избить, там, ночью, вот. Ну, у него там огромное количество подписчиков в Инстаграме и так далее. Они как-то в своих звездах у Ридера, чемпион, непобежденный. Ты знаешь, сколько подписчиков? Запрещенный в социальной сети? Сколько, сколько? 25 тысяч. Что такое 25 тысяч? А потому что у них азиаты раскручены, а европейцев они приглашают, ну, помнишь, вот эти молодые ребята, там, из Англии, там, французы, арабского происхождения в кикбоксинге, где вообще, как бы, их никто про них не слышал, не знал, но они как-то выбирают точечно с... И ребят очень высокого уровня. И тот же Де Ридер, да, и многие другие, в общем, они реально конкурентны в One Championship. Кстати, еще хотел тебя спросить. Они же продолжают развиваться, как такой мульти-спортивная история, да? Да, да, да. Мы очень радовались, когда они, в общем, продолжали там крутые бои делать и по кикбоксингу, и по муай-тай. В шангардах. Да, причем это было очень зрелищно, то, что это в перчатках для ММА, и в клетке, и пробовали разные форматы, и у них уже там история есть. И, кстати, это чуть ли не единственная площадка, где реальные тайцы из Таиланда, мастера там тайского бокса, могли схлестнуться там с европейцами и американцами. А вот теперь я смотрю, у них был, уже у них титул, получается, по сабмишин-рестлингу, да? Да, да, да. Это по грэплингу, сабмишин-грэплинг. Сабмишин-грэплинг, да. Да, это очень круто. То есть они продолжают как бы этот пул расширять, да? И самое главное, они умудрились это сделать смотрибельно. Вот что самое важное. От чего добавить? Они сделали продукт, во-первых, 10 минут на все про все, даже если это чемпионский бой. Это уже как бы компонует и заставляет ребят двигаться, да? Во-вторых, формат клетки никуда не делся, это происходит именно там, да? Но они, естественно, там голые ноги, голые руки, потому что именно борьба. И самое главное, они сейчас присматриваются вот к контингенту тех спортсменов, которые могут раскачать эту шоу-историю. И братья Роттола, Та и Кейт Роттола, это просто самородки реально. Им по 19 лет, они близнецы. В 10 лет у них уже были контракты с RCVI, там реально большие деньги вкладываются. У них черный пояс, по-моему, от Гальвао, и Гальвао уже он на IDCC победил, только Маркоса, да? От Андрея получил черный пояс, в прошлом году так получили. А на последнем IDCC Кейт выиграл у Маркоса Гальвао. Причем выиграл с кручиванием пятки, и до этого еще кого-то выиграл тоже с кручиванием пятки. Хотел скрутить и этому Габриэлю, но не получилось. Но сам факт как-то показывается. Вот тот самый случай, когда бойцы, ну, там много тактики, много стратегий, но позиции постоянно меняются. То есть борьба, она все время в движении. И вот это реально интересно. Поэтому они добились самого главного. Они добились продукта, который легко смотрится. Вот это самое важное. Потому что, посмотрите, вот эти турниры, ну, при всем уважении к панкротиону, грэплингу, БЖЖ, да? Ну, это же 6-7-часовые какие-то полотна, ну, труднопросматриваемые, в принципе. Поэтому они не заходили. А так дозировано, прям шикардос. Ну да, и Кейда Ротталова, получается, у нас стал чемпионом. Он был. Ван Чемпионшипа. Да, он был. Это защита у него. Получается, решением победил. И получается, один раунд, 10 минут и больше ничего. Больше ничего. А брат его-то тоже выступал. Им Гафурова засабметил. Накинул треугольник и оттуда рычаг провел. То есть, прям вообще. Причем все это, я говорю, очень было быстро. Поэтому этот формат точно зайдет и будет жить дальше. Другое дело, когда они делают совсем петрушку. Ну да, представь себе там, титульный бой по Таю, женский, в минимальном весе до 8 килограмм. Ну, это уже утрирую. Там по кику, по грэплингу. И туда Тиже, и Толяну туда впихнуть, грубо говоря. То есть, совсем Капусту делать тоже не очень хорошо. Все-таки должно быть понимание о векторе того, что мы сегодня увидим. Что здесь главное, что второстепенное. А так как, в принципе, звезд в Уане хватает, и тех, и тех, и тех, и тех, да, то нужно как-то выбирать. Потому что вот совсем уже Капусту такую делать не хочется. Так, ну что, перейдем, наверное, к самому обсуждаемому, к самому долгожданному событию этих выходных. Поединок, который планировался, откладывался, ожидался. Уже устали, наверное, его ждать. Зрители, наконец-то, Магомед Исмаилов сразился с Александром Шлеменко. В чем-то этот поединок оправдал ожидания, а в чем-то, наоборот, не оправдал. Вот, Леш, у тебя какие мысли по поводу просмотренных 25 минут? Ну, для меня не оправдал точно, если честно. Ну, ты имеешь в виду по уровню накала, по уровню мастерства или... Нет, все, в том-то и дело, понимаешь. Вот говорят много уважительных слов, лестных слов в адресе того и другого. Много здоровья оставили и так далее. Ну, меня что бросилось в первую очередь в глаза? Эти бы парни 3-4 года назад выдали совершенно другое шоу. Это первое. Второй момент. Вот, ну, столько здесь было ожидания. Это должна была быть какая-то эфирия. А получился хороший, плотный, средний поединок в этом весе, в среднем. Да, много стойки. То есть, но здесь не было супер-драмы. Ну, вот у меня такая же мысль была, что, знаешь, иногда бывают бои, когда, да ничего ты не ждешь вообще от боя, и он прям заходит. Он крутой. Иногда бывает, как, например, там, Чендлер против Геджи, да, например. Или, там, Чендлер против, там, с кем он последний бой дрался. С Парье. С Парье, да. Когда бой был ожидаемый, от него ждали, вот именно, что это будет претензия на лучший бой года, и он таким и получается. А здесь действительно, как бы, ну, не то, чтобы публика перегорела, а мне кажется, что даже 2 года назад, если бы провели этот поединок, было бы по-другому. Ну, и 5 раундов в стойке, меня удивило, например, почему Мага не боролся. Хотя в первом раунде у него получалось, он контролировал Сашу, и, в принципе, мог бы завозить его, по большому счету, и, возможно, и досрочно закончить. Но решил, видимо, показать, что и в стойке с таким Шлеменко, потому что, помнишь, Шлеменко, например, против Гегарда Мусаси, да? То есть, после чего там Мусаси сказал, да я никогда в жизни больше с ним не буду драться. И это же совершенно другой Шлеменко. Это уже Шлеменко, с которым Исмаилов готов 25 минут драться в стойке. Так, возможно, вот лучшая форма Александра, она как раз в последний раз была именно в бою с Мусаси, мне кажется. Лучшая форма Шлеменко. Потому что потом, все, что было потом, наверное, было связано с какими-то трудностями, проблемами и так далее. А здесь, опять же, бороться 5 раундов Мага тоже не может. Учитывая, он может держать Минеева 2 раунда, как мы понимаем, да? И в третьем, как бы, силы кончаются. Столько бы сил на удержание Шлеменко он, наверное, бы не потратил. Но удерживать Шлеменко, возможно, еще сложнее, чем Минеева, потому что он очень хорошо встает. И, в принципе, Александр всю свою карьеру доказывал, что вот так держать его на настиле, ну, прям, ну, задачка со звездочкой. И здесь, скорее всего, да, он силы особо не тратил. Они оба действуют с позиции не потратиться до конца. Ну, и в результате им это удалось сделать. Да, но при этом, как бы, и ставку улын они не сделали. В самом конце Александр попер вперед, понимая, что Боин проигрывает. Но уже времени совсем не было. Ну, и получается такой поединок, что, ну, он не был каким-то, знаешь, остервенелым, как вот в поединке Маги против Минеева, когда вот видно, что прям бойцы друг друга хотят прям уничтожить, сломать во что бы то ни стало. То есть здесь, да, не дать сопернику прежде всего. И, по большому счету, получается как? Мага очень быстро выяснил, что в целом в стойке он тоже этот бой выигрывает. А зачем бороться, если и в стойке тебя все устраивает? Не было, например, вот этих зубодробительных миддлкиков, которыми печень пробивал всегда Саша. Это было огромное количество лоу-киков от Саши. И, в общем, ну, бэкфисты, понятно, их, в принципе, Мага видел, их Саша и не скрывал. А миддлкики, я думаю, просто боялся, что ногу прихватят, и потом сразу же начнется борьба, потому что Исмаилов умудрялся и лоу-кики даже перехватывать периодически и переводить. Ну, в общем... Там, кстати, по статистика была суммарно по бою, по тейкдауну Маги, 8 попыток, 3 удачных. Три. Но при этом... Это не так много, на самом деле. Да, но при этом длительный контроль был в основном только в первой половине поединка. Конечно. Да и в целом, что самое главное, действительно, Мага перебил Сашу. Да. Вот что. Процент точности у него был выше, чем у Александра. И по выброшенным там было больше у Маги. Вопросов здесь не было. Поэтому я говорю, у меня в четвертом раунде закралась мысль там, вот действительно... Ну, не то, что за пацанов нас держит, да, но что-то с этим боем не то. Что-то идет не так, как бы, как лично я ожидал. То есть вот именно сценарий совершенно иной. Я, конечно же, с огромным уважением отношусь и к Магомеду, и к Александру. Но сказать, что это супер-шоу, и я готов заплатить деньги, чтобы посмотреть рематч, реванш, да, точно нет. Но и Мага сказал, что реванша не будет, это Александр его хочет. Так и смысла-то вот именно стилистически в нем нет, потому что если уж Мага перебил Сашу в стойке, то зачем реванш? Да, тут как бы и так все понятно. Шлеменко бороться с ним не будет. Да, что-то новое мы увидим в потенциальном реванше. Очень вряд ли. Так вот, здесь еще, знаешь, я хотел спросить, видишь ли ты потенциально интересный рекламный выход из этого боя? Потому что как раз вот здесь самая большая проблема. Этот бой показал, что, для меня показал, что мне неинтересно смотреть бои Шлеменко больше и смотреть бои Магомеда Исмаилова. Против кого внутри страны я хотел бы увидеть этих ребят? Я не хотел бы, чтобы Александр Шлеменко там, не знаю, побили Воисей, например. Я бы этого очень не хотел. Но его встреча с, допустим, ну опять же, с топами, ну Магомед Расул Гасанов, да, и Саша Шлеменко сейчас. Но это просто бой, который точно не надо делать, да. И с кем тогда дальше и одному и второму выступать? Вот у Маги выход есть. Он уже себе сено подстелил по боксу выступать, да. И вот туда может много выступать и деньги зарабатывать. А по ММА, ну вот с кем, скажи. Слушай, ну у Шлеменко 75 боев. Ну, он как бы уже, да. Ну, мне кажется, что если проводить какие-то поединки, он очень, ну, как я так подозреваю, да, я не знаю, сколько он заработал, но заработал много за свою карьеру. Ну, конечно, 38 лет, может быть, уже и сосредоточится там на своей школе. Вот, кстати, он в политику собирается. Вот, а мне кажется, что у Александра огромное желание именно там помогать людям именно вот в этой стезе. Пора, наверное, заканчивать, ну потому что... Ну, а как же хлопнуть дверью? Все-таки, понимаешь, закончить так, ну, как-то это, ну, слишком большое место у Александра в истории ММА. Главное не хлопать дверью, как Фрэнки Эдгар. Это да, это да. А потому что сейчас, получается, молодые уже дерзкие там, это слишком высокий уровень. То, что Александр на спаде, да. Пять лет назад он бы кому угодно составил конкуренцию. Я не знаю, какой бой, может, прощальный. А просто, ну, с каким-нибудь там ветераном, таким же, как... Ну, да. Василевский. Ну, да, прикольно было бы. Вот сейчас этот бой, это как раз вот тот самый случай, да, когда и Василевский зацепится за этот бой, о себе напомнит, да. И для Шлеменко это хорошая прощальная партия, на самом деле. Так, дарим идею. Да, ну, можно еще три боя, например, с Василевским устроить. Не, ну... Ну, два уже было, да. Да. Ну, еще сделать. А то тут трилогии. До трех побед, например, сказать. Ну, короче, да. В общем, эту историю можно обыграть. А вот Мага по ММА против кого тебе интересен? Тут Мага, мне кажется, может вернуться в ИСЕ и там продолжить выступать. У него там, в принципе, успешный опыт сколько. Он вообще в ИСЕ не проигрывал. Ну, да. Вот. Четыре или пять побед там у него, не помню сколько точно. Если вообще хочется выступать, продолжить на высоком уровне, то... Ну, опять же, Соломон Дурагманов, Магомед Расул Гасанов. Это все, ну, реванш с Фроловым. Да нет, наверное. То есть, на самом деле, Магомеду нужны большие имена, большие деньги, большие вызовы. Эфир на федеральном телеканале, который не связан со спортом. Вот. Так скажу. Поэтому здесь они, наверное, своего добились. Но также они не докрутили, вот, медийно. Да, именно. Они перегрели историю до, а потом с переносом получилось как-то вот, что эта история немножко начала теряться в этом ожидании. Ну, и плюс еще, конечно, последнее выступление Александра Шлеменко, да, то есть, там, его внезапное поражение от Ильича, да, его ничья там с Клибером Соузой. И, ну, скажем так, хайп подсбило. Уже как бы не было такого ощущения, что вот сейчас сойдутся там сильнейшие средневеса, там, из доступных, да, на данный момент в России. Уже, в общем, немножко, короче, перетянули. Такое бывает, да. Но если такое было с Пакьяо там в свое время, да, то здесь, в общем, тоже не мудрено. Что еще интересного было на этом турнире? Ну, мы увидели Ивана Штыркова. Да. Вот. И, в общем-то... Там без шансов. Да, Штырков, в общем, на том уровне, на котором он сейчас находится, ему, наверное, все-таки надо следить более трепетно за уровнем оппозиции для Ивана. Повыше, повыше, да. Потому что, ну, это, наверное, вряд ли интересно зрителям и вряд ли интересно самому Ивану Штыркову бить соперников настолько ниже уровня, нежели он сам. Здесь, получается, Иван попал в некую такую безвременную историю и ситуацию. Потому что реальная оппозиция, опять же, у него была в ИСЕИ, но по личной договоренности он ушел из ИСЕИ в РССИ. История с UFC не получилась, как и не получилась история там с Белатаром и с другими. А в РССИ приглашать, как бы, больших бойцов тоже не всегда удается в этот вес. Кстати говоря, вот мы с тобой говорили о том, где можем видеть Толю Малыхина, да, и где можем видеть Ивана Штыркова. Мне кажется, у них отличный вариант оказаться в ПФЛ. Вот Малыхин, там миллион долларов, в конце концов, на кону, да, как бы, для Толи это классная история. И шансы отличные, да, к тому же сейчас Алисаев ушел, ну, как я понимаю, вот, если там все в порядке с визами, вот Толи все нормально с этим, он может там попасть. А вот Иван Штырков, а там же есть 93 килограмма, да, в ПФЛ? Да, 84 нет, 93. Ну, а ему-то и не надо, у него либо 93, либо... Ну, нет, я думаю, что, ну, в тяжелом весе, но в ПФЛ же могут отцепить по любым причинам, там, например, устроить турнир в Уэльсе и все, и сказать до свидания. Ну, да. В этом году ты не выигрываешь миллион долларов. Согласен, поэтому, просто я к тому, что Ивану надо куда-то двигаться дальше, да, или платить очень большие деньги людям, чтобы приезжали сюда в Екатеринбург. Ну, или для Ивана, например, еще One Championship, тоже неплохой вариант, посмотреть на восток, почему нет. Ну, не с Толи же им, опять же, драться. Ну, да. Ну, вот. И плюс ко всему еще Шара. Шара Буллит и Миша Рогозин закатили отличный бой. Вот здесь прям было спорта ох, как много. Вот эти тайские клинч, колени у Шары просто шикарные, мидлкики. Прям по корпусу пробил огромный, конечно, плюс защитился еще от удушающего. В общем, Шара точно прибавляет. И вот здесь, опять же, уплывает тот бой, о котором уже начали говорить в начале этого года. А к концу года это уже начинает оформляться, потому что Минеев против Шары – это реально очень круто. То есть, грубо говоря, если мы все ждали бой Маги и Шлеменко, да, вот весь этот год, то на самом деле бой Шары и Минеева будут ждать, наверное, чуть меньше, но спорта и вот этих пиковых показателей там будет больше. И это будет интереснее. Ну, Минеев, насколько я знаю, все-таки уходит на спецоперацию. Ну, ты по последним публикациям посужу, да. Если так случится, то, значит, в обозримом будущем, да, мы вряд ли этот поединок увидим, но на самом деле я согласен. Стилистически это выглядит прям как бомба настоящая. Ну, и вообще, в целом, турнир получился как очень большой ивент, например, AMC Fight Night с формата 2017 года. Мохнаткина, Штырков, Исмаилов, Шлеменко, Шара с Рогозиным. Ну, это состав просто бомба. По именам это реально очень хороший, качественный турнир. Я даже удивлен, почему федеральный телеканал, который не связан со спортом, показал только два поединка. Мог бы и больше. Но остальное пошло в интернет, в общем, и зрители могли совершенно бесплатно посмотреть. Да, ну что, наверное, про Шлеменко и Исмаилова все. Нет, в целом, самое главное, спасибо им большое. Они отработали, они реально профессионалы, и они сделали свое дело так, как они могли его сделать. Вот и все. Поэтому большое им спасибо. Да, в плане самоотдачи вообще никаких вопросов, и было видно, что там выложились на 100%. И, в общем-то, вот с точки зрения, как раз, напряженности и самоотдачи, опять же, повторюсь, да, поединок получился крутым. Что ж, перейдем к UFC, к последнему UFC в Орландо, во Флориде. Это у нас, получается, еще один турнир вот той самой серии, такой половинчатый, да. Это высший уровень, чем турниры, которые устраивают на Апекс, и ниже номерных. Последний такой турнир прошел во Франции, если не ошибаюсь. И здесь в Орландо, в общем-то, тоже, причем диссонирует предварительный карты и основной, в плане досрочных поединков с досрочными окончаниями. У нас там сколько получается? Практически все бои, за исключением первых двух, в предварительном карте дошли до решений. Ну, а основной карт, в общем-то, получился без преувеличения фееричным. И все бои даже были досрочные, все вообще до единого. Причем даже там было больше, чем ожидалось. Изначально было шесть, потом они по хрометражу немного там промахнулись. И Филипп Роу и Ника Прайс закатили вообще невероятную рубку. Там такой сумасшедший третий раунд был, помнишь, да? Прайс там рубился, как Берсерк. Почти-почти уже Роу забил, тот как Феникс возрождается и в итоге выигрывает досрочно. Вообще, в целом, бой очень крутой. Ну, кто мог подумать, что Томпсон и Холланд устроят вот такое, и именно они получат бой вечера. Как обидно Вилле Пуроу, который остался без дополнительного полтинника. Да вообще, как обидно там половине бойцов, да? Потому что дали Сереге Павловичу. Причем это тот самый случай, когда золотой правило нарушилось. Павлович попросил бонус и получил его. Это очень редкий случай. Обычно кто просит, не получает. А здесь Долидзе Павлович и бой вечера Томпсон-Холланд. Вот так распределились бонусы. Я бы дал гораздо больше, учитывая вот все, что происходило. Слушай, а Долидзе не просил, да? Потому что там еще кто-то просил тоже бонусы, помимо Сергея Павловича. Матеус Николао, кажется. Ну, там, в общем, было без вариантов. Турнир, помимо всего прочего, произошел такой с онкологическим подтекстом. И все время показывали там, например, ролик, посвященный маме Филиппа Роу, которая байнараком там. Потом показывали все время рекламу фонда, который занимается исследованиями там в области медицины. И, в общем, кстати, я вот не помню, например, чтобы UFC прям так плотно вкладывался в какую-то благотворительную историю. Здесь вот они решили заняться. Но они всегда выбирают какие-то истории точечно, да, и в них вкладываются. В данном случае это вот медицинская история, связанная, да, с онкологией. А иногда там ветераны были, уважухи, да. Иногда, по-моему, бейсболистам там что-то было посвящено. То ли день бейсбола, то ли праздник бейсбола. Вот ветеранов очень любят Белатар. Помнишь, они проводили турниры все время на Гавайях. Там как раз эти военно-морские базы. И вот у них там, значит, даже один раз, кажется, было в 2018 году, когда привезли кучу военных, там, и сюжеты прям были про них. Ну, да. Но, видимо, не зашло, раз решили не продолжать. Ну, как, зашло-не зашло, как бы они сделали нормальную историю, благое дело. И это в любом случае, вот если мы берем этот турнир, я не то, что двумя руками за, там, вообще, почаще бы такое проводить. Если хоть сколько-то денег там дополнительно удалось собрать и спасти там хотя бы одну жизнь, то это уже не зря. Но здесь получается такой опосредованный вклад. То есть они не собирают деньги на лечение кому-то, они собирают деньги для института, который потом изобретет технологии для того, чтобы кого-то вылечить. Ну, мы знаем, что Дэйна Уайт, на самом деле, в этом плане красавчик, и из своего кармана много что делает, много помогает, и потом про это не орет на каждом углу. Да, молча. А как и должен делать действительно человек с такими возможностями и с такими способностями? Да, что уникальное произошло на этом турнире, но уникальный лично для меня это вообще узел, который исполнил Роман Долидзе. Ну, я не знаю, там за, наверное, 20 лет, может больше, сколько я так сплотно слежу за смешанными единоборствами, я такого не видел. Я подумал, как только увидел этот узел и этот технический нокаут, это, наверное, что-то в стиле, знаешь, вот этих борцов 19 века, когда там вот эти странные приемы, завязки. Да, так это рестлерский прием вообще, рестлерский прием, там еще времен подобного, не времен Америки, а времен, да, подобных вот этих цирковых вещей. Меня что здесь больше всего удивило? Он же ущемил икру, да, и не стал дожимать. Хотя мог смещать корпус влево, еще больше увеличить давление на икроножную мышцу, и вот так постучал бы просто, кто там у нас, Долидзе, Старик Германсон. Вот, нет, он его контролировал и издевательски добивал, он не мог никуда двинуть таз, он был полностью обездвижен, полностью лишен маневра. И его удары, длинные руки Долидзе, они спокойно доходили, но там не было акцента добивающих ударов на 100%, нет, он именно набрасывал, набрасывал, а ты никуда не можешь деться. Это просто, мне кажется, сущий кошмар Хермансона, вот именно оказаться в такой ситуации, вообще для спортсмена, это ну просто, это ужас какой-то, ноль вариантов выбраться, и ты не можешь перекрываться. Все, это конец. Да, ему осталось просто лечь, закрыть голову руками и ждать, когда рефери остановит поединок. И еще обиднее, потому что Джек Хермансон выиграл первый раунд, все как бы было у него отлично, и казалось, что у Долидзе нет особо шансов. И еще обиднее, потому что именно Хермансон пошел в борьбу, и в итоге все для него вот так вот печально закончилось. Ну, в общем, Роман Долидзе прям очень крутой парень, порадовал, порадовал своим выступлением. И на коротком уведомлении вышел. Да, кстати. И ворвался в топ-10, а не топ-15, не входя в эту пятнашку. На самом деле, для Долидзе это просто какой-то звездный час. Ну, вместо Дерека Брансона, да, а для Хермансона, наоборот, действительно сущий кошмар, как знаешь, когда во сне. Надо кого-то ударить, а руки короткие становятся. Но здесь то же самое. Короче, по факту улыбался не Джокер, да. Да, вечера действительно нет. Ну, а следующими Сергей Павлович против Тай Туйваса вышли в октагон. Ну, и там, вероятно, раз вы смотрите наш подкаст, то вы прекрасно видели этот поединок. Серега действительно находится в какой-то устрашающей форме. Ты знаешь, я вспомнил 2014 год, когда я первый раз увидел его на турнире Fight Nights. Павлович сейчас первого боя в этой организации выступал. И я подумал, вот это вообще машина. Вот это машина Сергея Павловича. Тогда понятно, что разные были соперники, и многие явно как бы не его уровня. Но вот сейчас он выступает в UFC, и ощущение-то сохраняется. Ну, просто уровень там неизмеримый вырос, да. А он продолжает выстегивать одного за другим. И причем вот уже дошел до Туйваса. Давай так, поговорим про Серегу, но не в разрезе Патоки и Елея, какой же он крутой. С чем я в большей степени согласен. А с точки зрения того, кого из неудобных ему давали. Потому что Туйваса, Льюис, Шамиль, Абдурахимов в той форме, в которой он находился на момент их поединка, Мурис Грин и Марселла Гольм, это все люди, которые удобны Сергею. Все до единого. Здесь нет ни одного... А как раз тот самый Аверим на входе, который на самом деле тоже должен был попадать статистически в этот список. Он выиграл только потому, что Серега дурканул и начал эту историю с клинчем непонятной. Может быть, нервы, суета. И там бой, по-моему, проходил где-то в Азии, в Китае. Да-да-да. Что-то, может, пошло не так. Это единственная ошибка такая. А расскажи мне, пожалуйста, кто, как ты считаешь, Сереге, стилистически неудобен и почему? Это Блейдс и Грин. Ой, Ганн. Блейдс и Ганн. А Блейдс-то почему? Блейдс, потому что очень хороший борец, который не рискует и не рубится. Так и Павлович хороший борец. Да, но, смотри, Туевас рубака, Льюис рубака, Шамиль сейчас на фоне его возможности тоже стал уже рубакой. Грин по-другому не может. Вот если взять всех этих людей, да, Блейдс и Ганн – это люди, которые как раз занимаются технико-тактическими действиями на другом уровне, нежели все эти ребята. С Ганном согласен. А с Блейдсом нет. Он же падает после первого же удара. Так один раз упал от Дерриха и все. Деррих дождался. Да не один раз он падал. Он же несколько раз падал. Ну и на Тангану. Ну да. По нему хорошо попадают, он падает. То есть, в принципе, это как раз то, что нужно Павловичу. Я лично не верю вообще в то, что Кертис Блейдс создаст серьезные проблемы Сергею Павловичу. Но это был бы хороший бой с точки зрения мести за Саню Волкова. Ну, для нас, для вообще, ну, российской публики, любящей смешное единоборство. Появились новые рейтинги UFC и Павлович на третьей позиции. То есть, впереди только Степа и... Вот. И я лично беру именно Серила Гана в качестве следующего противника. Мне кажется, это прям очень крутой бой. И, ну, Ган, я не знаю ни одного человека, про которого можно было бы сказать, что... Ну, Ган для него был бы стилистически удобен. Да вообще ни для кого он неудобен. Да, ни для кого. Мало того, ну, не знаю, только для Фрэнсиса Гану борца он удобен. Да, но здесь, получается, если говорить про вот эту тусовку в тяжелом весе UFC... Во-первых, отрадно, что про тяжелый вес UFC говорить хочется, и говорить хочется много. Потому что здесь много чего интересного, причем как в верхушке, так и в середине, да? То есть, грубо говоря, мы раньше говорили, легкий вес, легкий вес UFC, это разрыв, это вообще все. Потом что-то 61 килограмм на себя одеяло немножко переместили. Потом Чимаев появился, и вроде как движуха в полусреднем пошла. А сейчас мы все больше говорим о том, что именно в тяжах разворачиваются прям самые крутые баталии. Но если все ждут бой Нгану и Джонса, да, и если Нгану не сможет залечить колено, если он там не сможет договориться, и вообще куча много чего, если у Нгану присутствует, то тогда будет драться с Джоном Джонсом Блейдс. Блейдс! Подожди, подожди. Почему Блейдс? Да не будет никто драться с Джоном Джонсом, потому что Джон Джонс не будет ни с кем драться. А, вообще ты не веришь? Если Нгану там не сможет, так вероятность, что Джонс не сможет гораздо больше, чем то, что Нгану не сможет. Потому что Джонс, он в любой момент... То есть ты думаешь, что просто вшик? Он опять нанюхается, опять что-нибудь с ним случится, опять там кого-нибудь врежется. И просто, да, Нгану непредсказуемый мужик, да, вообще человек, но Джонс-то он еще менее предсказуемый. А в чем виноват Степа, не очень, чем я имею в виду? Ну... Он же ждал боя с Джонсом все это время. Ну, ему не положено. Что, что, не положено? Что остаться? Я не понимаю. Нет, я имею в виду по антуражу, да, вот типа возвращение великого Джона Джонса и его вот схватка с хтоническим там невероятным вот этим чудовищем Нгану. Вот это круто, это крутая вывеска. Круто это белый Нгану и черный Нгану, Павлович против Фрэнсиса, вот это круто. Это круто тоже, но... А Джонс с пикограммами непонятно в какой точке. Но черный Павлович же не хочет, не захочет драться с белым Павловичем, пока будет хотя бы хоть какая-то альтернатива подраться с Джоном Джонсом. Потому что Нгану-то себя считает великим уже. Да, и историю с Ганном закрыл раз и навсегда. Он не согласится на реванш. И этот реванш действительно не нужен ни Нгану, ни промоушену. Единственное, он нужен саму Серилу, а никто его не даст. А может быть вообще не будет больше в принципе боев в UFC ни с участием Нгану, ни с участием Джона Джонса. Потому что Дэнни Уайта вообще все это надоест. Он скажет, короче, оба до свидания. Мы разыгрываем, как вот сейчас будет, вакантный пояс. Не временный, а сразу постоянный. И дивизион движется дальше. Потому что вот сейчас вышло несколько статей. Даже вот я читал даже одну из них. Что типа все, тяжелый дивизион. Дивизион это прям вообще теперь топ. Прям самый сильный дивизион в UFC. Ну, нет, конечно. Но, не, я говорю, про него хочется говорить. Потому что там много чего интересного, действительно. Не, ну, действительно, после нескольких хороших боев, и вот учитывая, что здесь и все конкурентно, и появляются новые ребята. И, кстати, радует, что, ну, там, многие там и русскоязычные, да, и тот же, там, Александр Романов, и Спивак, и Павлович. И получается, ну, вообще... И Шамиле Волков. Да, и в принципе, вообще, много же было из Восточной Европы, или там, Восточноевропейского происхождения, тот же Стипе там и так далее. Тяжеловесов и полутяжей. И здесь сейчас этот дивизион прям наполнен очень талантливыми людьми, которые еще не раскрылись. И в том числе Павлович среди них. Да, так что, в любом случае, в 23-м году, я надеюсь, мы увидим бой Сергея Павловича за полноценный пояс UFC в тяжелом весе. А с кем, это уже вопрос второй. Но то, что Серега уже дошел до этой точки, это факт. Но если, допустим, ему дают Гана, то все. Скорее всего, Гана дают. Это претендентский бой. Действительно, ну, Стипе выглядит гораздо более, ну, типа, предпочтительным, да, соперником для Павловича. Ган, конечно, там, суперопасный и так далее. А почему они не могут устроить бой Павловича, ой, бой Меочича и Гана? И просто оставить за бортом Серегу при всех этих заслугах? Ну, и типа Серега тогда должен будет ждать. Да. То есть он ждет победителя, бьется с ним, или там сразу выходит на титульный бой, потому что, в принципе, с третьего места, ну, почему... Ну, с другой стороны, куй железо пока горячо, Дейн и Уайт прекрасно это понимает. И сейчас Серегу двигать гораздо проще. В медийном плане, да, большой, грозный русский, который всех сносит, надо бы его где-то тут остановить, обломать или попытаться это сделать, да. А со Стипи, ну, никакой медийки, нулевая практически. И не раз это отмечал и Уайт, и другие там функционеры, что с Меочичем очень трудно. В плане, он же чуть ли не самый большой долгожитель чемпиона в тяжелом весе, да. Там сколько у него, три или четыре защиты было. И при этом выхлоп медийный, ну, никакой. Ну, реально никакой. Никто не говорит про Меочича, как о суперзвезде. Ну, потому что он слишком хороший. Он слишком такой, ну, короче, обычный мужик. Ну, а Павлович что? Он тоже добрый. Павлович, может быть, плохой русский. Вот такую вот, типа, историю разыграть, да. Кстати, обрати внимание, у Флориды были российские флаги там и на экранах, и везде. Да, да. В отличие от других организаций американских, которые там наш триколор просто, как, я не знаю, как черту Ладан для них. Да, 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 да. Тоже. Но это отдельная история. Ну, в любом случае, Серега поздравляем. Серега сделал свое дело. 54 секунды ушло на, получается, Тайту Ивас, 55 секунд на Деррика Льюиса, да. И он в списке нокаутеров вот в этом году встречается два раза. Нокауты на первой минуте. Вот вообще взять весь год UFC. Такого достижения нет ни у кого, и уже Сергей там себя вписал в историю. Что еще на этом турнире? Потому что до Сани Сабербарена это было тоже довольно прикольно. Да, и старичок еще в деле, несмотря на то, что там 30... Кстати, Томпсон старше до Саниеса. Ему 39. Да. А вот так со стороны кажется, что до Саниес вроде... Ну, вот количество боев, сколько вообще там за ним следят и сколько о нем говорят. Просто до Саниес чаще всплывал в титульных историях, в больших титульных историях, нежели Томпсон. Потому что про Томпсона это история с Вудли давным-давно, да, двухсерийная титульная. А потом что-то туды-сюды, туды-сюды, и как-то, ну, Стивен на своем месте в середине рейтинга. Ну, и Томпсон, помнишь, что Томпсон побил Рори после уже того, как Рори сломался об Робе Лоулера. Да. Вот в те времена, наверное, как все думали, да, у Томпсона был расцвет. А теперь уже Томпсон говорит, да я там порву любого, да дайте мне там титульный бой. Кстати, ну, понятно, что титульного боя не будет, да, в ближайшее время. Но стилистически против Леона Эдвардса отличный поединок у Стивена Томпсона мог бы получиться. Вообще не спорю. Более того, я честно был очень-очень рад за Стивена и рад тому, как он провел эту встречу. Верный своей технике, своей тактике, своему стилю базовому, да, удары ногами. Вы все знаете, какие они у Стивена Томпсона. И ему на руку сыграло то, что Кевин Холланд был самоуверен, излишне самоуверен. И здесь все сложилось просто опираясь на свой опыт. Он хорошо подготовился, подготовил свое тело, как всегда делает это Стивен Томпсон. Да, не придумывая там какие-то новые сверхтехнологии по восстановлению. И это в 39 лет, да. Пятираундовый бой, как просто семечки, да, для него. То есть он реально, с моей точки зрения, провел один из лучших боев в своей карьере. И сделал это сейчас. Да, но лучше за последние годы совершенно точно. И сам Томпсон же говорил, что вот мне давали борцов, мне давали грэпплеров. И вот посмотрите, что получилось, как только мне дали ударников. Ну, стоит все-таки... Ударника одного, да. Стоит все-таки отметить, что сломал руку же Холланд, да. И как он говорит, там чуть ли не после первого раунда у него уже была сломана рука. Он еще хорохорился там во втором, в третьем перелом, уже перелом боя, а не руки. И, в общем-то... И фиаско в четвертом. Что произошло. Ну, то есть определенный элемент, ну, не буду говорить случайности, да. Но все-таки фортуна к Стивену Томпсону повернулась лицом в этом поединке. Но его, конечно, заслуга. Знаешь, вот по уровню собранности и дисциплины он мне напомнил Шона Умелли в бою против Петрояна. То есть прям на 100% сконцентрирован, понимает, что проигрывает вначале, но продолжает гнуть свою линию. И в результате это окупилось. Конечно, красавчик прям на 100%. Да, и плюс ко всему, это выглядело изначально, как некий подарок Кевину Холланду. Да? Потому что вот, после того, что с Чимаевым, да, вот сейчас мы тебе даем ветеранчик, а ты сейчас его быстренько, значит, пройдешь. И бабки заработаешь, и в рейтинге там все будет у тебя круто. А по факту, а-ха, не так-то все и просто. Стивен Томпсон вообще сделал, перевернул правила игры определенные. Опять же, это вот тот самый момент, за который мы любим смешное единоборство и UFC конкретно, да. Здесь очень трудно что-то угадать на таком уровне, да, это вопрос о ставках и экспрессах. Единственный, какой момент здесь мог бы зайти, если дерется Стивен Томпсон, ну, наверное, ставка больше двух с половиной раундов всегда зайдет. Ну, с вероятностью там 99,9. Ну да, у Томпсона обычно очень длинные бои. Но, кстати, все выглядело так, что, например, а, нет, Досанио с Барбареной было опасно ставить на продолжительность, потому что, в общем, ребята могут и досрочно закончить. Особенно Барбарена в последних поединках устраивал такие мощные зарубы. Ну, во-первых, короче, так или иначе, этот турнир войдет в историю, потому что все бои Майнкарда завершились досрочно. И этих боев еще оказалось больше, чем должно было быть. Не 6, а 7, тут сразу два таких момента. И все нокауты, кроме вот как раз Досаница, да, который ты сейчас вспоминал. Дальше уже будет номернуха. И, кстати, такое ощущение, что номернуха и этот турнир, ввиду того, что встретил про Хаска и Тейшейра, ну, это вполне сопоставимые турниры. По именам-то, что это? Ну, и вообще пишут, что по прогнозам, ближайший номерной UFC имеет все шансы побить антирекорд там какого-то давнего уже UFC. И, в общем, набрать вообще минимум покупок pay-per-view. Там что-то около 100 с небольшим тысяч. Ну, а кто должен двигать этот турнир? Блохович и Магомед Николаев? Ну, это люди, которых вообще невозможно распиарить в США вот так вот сейчас быстро. А Пэдди Пимблетт? Кстати, Пэдди Пимблетт, вот драйвер этого турнира. Это Пэдди Пимблетт. Вот он, да. Вот сколько лично Пэдди соберет, вот столько они и продадут. Ну, вот по просмотрам там предварительных различных там историй, связанных с этим турниром, говорят, что очень плохие результаты у Блоховича с Анкалаевым, потому что тут, ну, поляк дерется с россиянином. Ну, для американской публики вряд ли это повод для того, чтобы потратить там 50 или 70 долларов, сколько они должны тратить. Ну, и Пэдди Пимблетт еще в два раза хуже продается, оказывается. Хуже Анкалаева и Блоховича? Блоховича, да. Подожди, это по Америке? Да, по Америке. А, ну, понятно, по Британии, может, там другие цифры совершенно? Опять же, это был срез, скорее всего, медийной, да, ну, социальной активности там. Да, сейчас пока смотрят. Ну, это еще не факт, потому что, мне кажется, Пэдди все-таки соберет, так или иначе. Но в Англии же смотрят не по ППВ, в Англии же смотрят по покупке файт-пасса, да, насколько я помню. Вот, поэтому здесь трудно будет, да, собрать. И именно на американскую публику Пимблетт не так повлияет, как повлияет на Ливерпульскую, Манчестерскую, там, и так далее, да. Но, так или иначе, к нему уже присматриваются, как к Конору. Уже есть этот момент, что вот-вот, если сейчас это, может быть, стать вообще вечер Пимблета. Представь себе Анкалаев в дежурной манере, расчетливый, очень аккуратно убирает Блоховича, да. И это не будет зрелищно супер, Анкалаев станет чемпионом, да, будет по делу удерживать этот пояс, но самым ярким впечатлением вечера может стать именно Пэдди. И вот тут пойдет его настоящий старт и настоящий взлет. Ну, да, пока что очень короткий у нас получается основной карт, там, Брайс Митчелл против Илли Тупури, Даррен Тилл, кстати, вот у нас, еще он же британец, да, Даррен Тилл? Да. Вот, против Дрикуса Дюплеси, вообще такой получается очень европейский основной карт номерного турнира в Неваде. Ну и Пимблет против Джареда Гордона, мне кажется, здесь Пимблет должен выиграть. Кстати, очень еще один интересный поединок в тяжелом весе. Подожди, на самом деле, вот давай поспорим, знаешь, где будет бой вечера? Где, давай. Митчелл Тапурия. Вот моя ставка, это Брайс Митчелл или Тапурия. Вот именно Fight of the Night, если будет здесь где-то, то получит он. Понятно, что Анкалаев, Блохович, там, так далее, могут устроить тоже что-то невообразимое, но то, как сейчас выглядит Тапурия, да, и, знаешь, стиль Митчелла, который, боец, не поменяется за пять минут. То есть Брайс Митчелл будет работать в стоечке, там, потому что, ну, здесь придется рубиться на средней и очень быстро, на быстрых ногах. То есть включить борьбу у Митчелла, я думаю, не получится здесь. И тогда мы получим совершенно крутейший бой, там, искрометный и в полулегком весе. Знаю, но Брайс как бы борется всегда. Ну, поймать Тапурию будет очень сложно. Ну, посмотрим, не знаю. Давай, раз уж ты сделал такую ставку, я скажу, что бой вечера будет Эдмен Шахбазян против Далчи Лунгиамбулы. Это ты сейчас пальцы в небо или нет? Я верю в ребят, средневесы очень качественные, зрелищные. Но ты сейчас просто говоришь, да. Скринти, скринти. Но на самом деле, да. Я не знаю, если честно, то я не знаю. Мне кажется, Розенстройк нокаутирует Даукаса. А вот как Акрис Кертис и Хоакин Бакли. Это же крутейший бой в среднем весе. Да, потому что как раз жемчужина Андеркарда – это Кертис против Бакли. Хотя аж ждут все жемчужину в бою Розенстройка и Даукаса. Ну вот. Ну, в общем, так или иначе, стоит посмотреть этот турнир, несмотря на то, что там не будет про Хаски и не будет Тейшейра. В завершении давай пару слов скажем еще о том, как мы съездили в Ереван. А мы туда съездили. И нам понравилось. И вообще крутой город. И гранатовый сок везде продает. И везде много людей. И никаких проблем с оплатой. Так что все было, по-моему, очень отлично и великолепно. И там прошел турнир в МАИ-серии 61. Да, хороший получился турнир. Ну, естественно, сделан он был под местную публику. Много интересных местных бойцов из Армении. Много ребят российских, армянского происхождения. Выступил и порадовал всех нас Сергей Дьяконов. Своей уверенной победой. Как всегда, было много египтян. Разного уровня, скажем так. Ну, в общем, хороший получился турнир. Ну, из кузни были ребята. Тот же, например, Григорий Мишин провел свой очередной поединок в ММА-серии. А я вот хочу пожелать одному человеку здоровья. Али Резе в ФАЕ. Потому что то, как его вырубил Богдан Гуськов, это прям было что-то. Он упал прямо на нас. И я видел абсолютно пустой глаз. Который смотрит куда-то в точку. Не так, как должен смотреть глаз. У меня жутко стало, реально. Там разъехались глаза в момент нокаута. Ну, у меня тоже глаз косит, но это как бы другое. А там он просто замер этот глаз. Я думал, он умер, реально. Все. На нашу комментаторную позицию. И это было, на самом деле, ужасно. Есть вот то, что Алена Буловинцева, наш корреспондент соцсетей, снимала от клетки. Вот там прям виден момент этого падения. Да, это было прям ужасно. Еще, ну, я не знаю, даже понравилось мне это или нет. Но это было, в общем, впечатляюще. Девочку жалко было. А, да. Да, соперницу... Соперницу-соперницу... Нины Хариновой. Нины Хариновой, да. Наталью Диченко даже. Да, Наталья Диченко. Она очень сильно переживала до турнира. В общем, было видно, что она прям горит. И оказалась психологически не готова. И прям так жестоко ее Нина победила. В общем... В общем, поддерживаем, в первую очередь, Наташу Диченко. Это все-таки спорт. И, ну, ничего страшного не случилось. Поэтому я уверен, что ее много кто уже поддержал. Да? Но она наверняка найдет себя и в спорте, и в боевом спорте. А если не в боевом, так в каком-то другом. Вот. Поэтому главное не отчаиваться. Анина Хариновой, ну, это двукратный чемпионка России. Там все понятно. У нее большое будущее по профи точно совершенно. Вот. Ну, главный бой там тоже был. Абрахамян против Кохарманова, да? И вот тебе в этой гильотине ничего не показалось странным, например. А что? Да, что должно было показаться? Ну, он потом же в интервью говорил. Эльдар, что? Я не проиграл, я отдал победу. Мне не понравилось... Что это за слова такие? Я не проиграл, я отдал победу. Мне не понравилось поведение именно Эльдара Кохарманова после этого поединка. Да, вот это типа... Как бы всячески провоцируя зрителей на... Какие-то там кривотолки. То есть человек, когда говорит... Ну, если ты ставишь вопрос таким образом, что намекаешь на то, что, типа, этот бой был куплен со своим же участием. Да. Ну, это очень странно. Как-то... Ну, или, может быть, настолько человек не хочет признать свое поражение, что занимается такими вот вещами. Ну, в общем, это было... Ну, там же еще и национальный подтекст начал привязывать, там турецкий подтекст какой-то пошел. Курок. Я вообще не понял, да, к чему это он говорит. Ну, нет, посыл был миролюбивый, да, но как бы не к месту это было абсолютно. То есть вот бой ты проиграл, как бы, ну, примись честью это поражение, да. Потому что... Гиретин-то хорошая была, да, там подработал ногами. Абрахамян, он непобежденный и чемпионил в опене. И здесь, я думаю, будет дальше выступать. Там уже, ну, конкретно нужно говорить о подъеме уровня оппозиции для Рафаэля, да. И, конечно, публика болела за него прям очень хорошо. Да и место хорошее, где проходил сам турнир. Зрителей немного, камерно получилось, но кайфовали все абсолютно, включая Стаса Намина, который сидел на первом ряду. Я даже не знал, что он такой прям большой-большой любитель боев. Вот, так что интересно, будет ли сотрудничество дальше ММА-серии с Арменией, с Ереваном, потому что вроде как, ну, договорились, да, не знаю, уж там, на сколько турниров в году, но надеемся, что эти бои еще будут. Есть звезды, на которых будут ходить, и много ребят и так сильных есть в ММА-серии, которые также свое мастерство могут показать и в Ереване в том числе. Ну, а самый главный турнир у них будет 17 декабря, финальный 60-й турнир. И там будет и заургаджабабаев, бобрышев, и бои, и хайп-бои, и какие угодно бои будут. Ну да, и там, кстати, туда же попросился Рафаэль Абрахамян выступить еще раз, потому что ущерба он не получил. Так что, возможно, увидим его и на вот этом главном турнире, получается, 17 декабря. И вообще у нас 17 декабря будет такой настоящий ММА-фест. Четыре трансляции в течение дня. То есть получится, что в полдень начнется МФП из Хабаровска, а потом подключится уже днем, я так понимаю, полуфинальная часть турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Ну и вечером вот этот крутой турнир ММА-серии и Brave CF 68. И все это в один день. А Brave CF 67 будет всем скоро, 12 числа, в понедельник. В понедельник, друзья, вечером Ильдар Ильдаров будет драться. Реально, не пропустите, это будет очень интересно. Ну а наш подкаст, наверное, на этом подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте свои комментарии под этим видео, жмите колокольчики и так далее. Будем на связи через неделю. Око за око снова с вами. Счастливо, пока.